всем здорово всем привет хочу рассказать о том как изменить настройки в элден ринг я столкнулся с этой проблемой и еще стоит что не сразу понятно как взять новую вещь выбитую там допустим кусок брони либо меч ну или что-нибудь какое-то другое оружие просто это взять в руки для меня это было вопросом довольно долго я уже думал что играть забагалась и не получается пухи лежат в рюкзаке как это выглядит первый вопрос как переключить подсказки вот эти вот мы видим внизу слева на данный момент зеленая кнопка а это ок как бы подтверждение действия б это возвращение назад он допустим у нас есть такие места благодати и тут можно ковыряться в сундуке и когда ты тут ковыряешься то чтоб туда что-то переложить надо нажать на просто по вещам от назад переложить нельзя надо перейти к сундуку это y я играю на клавиатуре на компе клава мыши и собственно где этот ирик не сразу понятно было вообще как разобраться сейчас покажу он то вот ну кстати не срабатывает на данный момент выходим отсюда выходим отсюда тоже и смотрим где в настройках и то есть я нажимаю в escape попадаю в настройках настройки и тут есть вот третья вкладочка называется звук и экран и по умолчанию стоит вот следующее устройство для экранных подсказок это геймпад если мы ставим клавиатурой мышь все становится на свои места видите внизу изменились подсказки и в предыдущем вот этом моменте тут уже его идти не на игрек она и стала потому что кнопка действия мне я настроена по моему так по умолчанию смотрим в сундук и нам видно чтобы перейти в сундук нажмите f мы появляемся здесь и можем бы с этими предметами манипулировать забрать их куда-нибудь приложить и так далее так первый вопрос разобрали как это выглядит если мы выйдем но это же можно сделать при входе в игру роста она выглядит почти так же все покажу чтобы не возвращались может этому то есть вы можете просто включить игру сразу настроить не создавая пока персонажа и уже собственно вот заходим настройки заходим в эту же вкладочку здесь вот настраивается третья вкладочка так хорошо с этим разобрались это просто ну и второе тоже просто второй аспект который у нас есть он тоже довольно таки оказался на проверку несложным то есть смотрите по умолчанию какое есть оружие у нас бродяга у него собственно есть меч и алебарда ну и щит в левой руке понятно что меч можно с нажатием кнопки е и кнопки удара то есть это левая кнопка мыши в данном случае мне взять две руки вот но с чем я столкнулся выбиваю какую-то вещь захожу в инвентарь смотрю на оружие вот она всякая метода в ассортименте и собственно нажима нажимая на него применить серое можно выбросить его на пол там ну или то что вот вы выбил например взять никак не получается хотя я думал что это из-за параметров силы и ловкости но на данный момент у нас как бы все в порядке с этим делом надо 15 силы 16 ловкости но статы как бы позволяет силы аж 23 ловкости 16 окей странно правда кстати алебарда 100 красивого золотого рыцаря который вначале ходит как же это все победить вот победить следующим образом оказывается можно зайти в снаряжение и тут все делается вот нажимая сюда мы меняем оружие первое просто установив на другую а другое значение допустим вот поставим рапиру следующая по списку это будет второе оружие то есть изначально бродяги его два два вида оружия можно еще 3 добавить я думал только по двум переключаться можно но нет так здесь на топоре тут какая-то нечеловеческая сила 30 и нам пишут что если мы его в одну руку возьмем то она будет не фиккина будет слабо бить но если взять в две руки это будет все в порядке то есть силы по моему половину меньше надо чтобы двумя руками собственно орудовать у нас 22 и у нас все бы такие так и третье посмотрим на эту алебарду тут тоже какая-то вера нужна мы можем только попробовать ваши характеристики не позволяет использовать то есть драться им вроде как невозможно но посмотреть как выглядит мы можем но не так величественно как на том рыцарь из которого выбили потому что он большой просто вот смотрите у нас получается рапира вот у нас топорец минут вот это алебарда алебарда в чем воде мотыля этой нормально так ходим мы с трудом потому что как это перегруз так ну и давай попор возьмем две руки вот вот таким вот образом ребят кому помог очень рад проверяйте пробуйте может от 1 только у меня такие проблемы были но не думаю думаю у кого-то еще тоже всем спасибо и пока подписывайтесь ставьте лайки ну или дизлайки короче хотите удачи